Об этом поговорим с директором Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос уже с нами на прямом включении. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Конечно же, слышали заявление Эрдогана и, знаете, я была, конечно, удивлена. Как вы считаете, зачем Эрдогану это нужно? Ну, он же выступал перед членами своей партии и говорил о угрозах, которые существуют для Турции в регионе и в качестве примера, собственно, привел успешные кейсы, когда Турция смогла оказать поддержку или же решить проблему. Ну, как в Карабахе они оказали достаточно эффективную поддержку Азербайджану, а в Ливии они оказали поддержку признанному правительству и, соответственно, решили вопрос с мятежниками. Поэтому, опираясь на эти два успешных кейса, он, собственно, предположил, что сильная Турция не позволит Израилю действовать таким образом, как он действует сейчас. То есть, вот если переводить это все на человеческий язык. Вы думаете, что действительно Эрдоган в один момент скажет, что Турция должна готовиться к тому или уже не готовится, а уже должна собираться, одевать военную форму и идти воевать? То есть, этот день может настать? Здесь вопрос в следующем. То есть, мне кажется, есть несколько точек зрения на это выступление Эрдогана, которое первое достаточно распространенное о том, что это, собственно, риторика. Эрдоган любит выступать красочно, публично, достаточно жестко. Он действительно хороший оратор. И поэтому это не выходит за рамки, собственно, его выступлений, которые были раньше. Вторая версия, которую я придерживаюсь и которая мне ближе, это то, что, собственно, это выступление и это заявление имело своей задачей создать стратегическую неопределенность для Израиля. То есть, понятно, что никаких военных действий между Турцией и Израилем в настоящее время быть не может. Но, если Израиль будет продолжать военные действия, если Израиль нападет на Ливан, если Израиль продолжит войну в Газии, то, соответственно, остается опция более активно использовать вооруженные силы Турции для того, чтобы не допустить экскалации насилия в этом регионе. И здесь не обязательно, как вы понимаете, многие говорят, начали смотреть границы и то, что нет какой-то общей границы между Израилем и Турцией. Но есть Средиземное море. И турецкий военно-морской флот достаточно силен. И достаточно для, скажем, подтверждения и обоснования слов провести серьезные морские учения вблизи Ливана или Израиля. Это, в общем, вполне резонно. И поэтому я бы не стал оценивать это как предвыборную риторику, а посмотрел бы на это именно с точки зрения того, что это серьезное дело. И Турция в этом плане, вероятно, уже, ну, по крайней мере, на уровне рассуждений на эту тему, они уже, в общем, как бы об этом говорят. Потому что явно эта ситуация не новая с точки зрения идей, которые выражает Эртоган непосредственно. Мы все же говорим о войне в Украине. Как вы считаете, если таки Эртоган сделает этот шаг и Турция войдет в конфликт, как это отразится на поддержке Украины и как это отразится на нашей, в информационном плане, в военном плане позиции на мировой карте? Ну, на самом деле, вы уже в своем выпуске, в репортаже уже абсолютно верно сказали о том, что с октября 2023 года основной фокус мировых СМИ и аналитиков, экспертов прикован именно на Ближний Восток. И ситуация не изменилась, не изменилась, к сожалению. То есть, увы, пока будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке, пока конфликт не закончится в Газии, пока Израиль будет продолжать, собственно, военную операцию, то, естественно, интерес будет прикован именно к этому региону в первую очередь. Касаемо Ирана, там сейчас мы видим нового президента, на него возлагают очень большие надежды, поскольку он все-таки уже показал и продемонстрировал некую мягкость по сравнению со своим предшественником. А для самой страны, для Ирана, шанс для чего? Как использовать могут этот шанс и будут ли вообще использовать его? Ну, пока говорить рано. Да, то есть, понятно, экс-вице-президентом он назначил человека, который был в правительстве Хатами. То есть, вообще, я вижу, что его участие в правительстве Хатами, в свое время министром здравоохранения, оно как бы формирует его кабинет. То есть, это примерно люди этого круга. Ну, то есть, в любом случае, это как бы реформаторы. Реформаторы в исламском формате. И тут не надо забывать, что все они колеблются с линией партии, а ключевую, как говорится, роль играет не президент, а верховный лидер. Сможет ли ПЗШКИАН реализовать, ну, хотя бы часть того, что он обещал или о чем говорил? Покажет время. Мне кажется, что все прекрасно понимают, что до октября месяца будет пауза. Пауза вполне понятна. Я имею в виду, когда до ноября даже. Когда, собственно, могут возобновиться реальные переговоры с американцами, это один из ключевых предвыборных тезисов ПЗШКИАНа. И, вероятно, вокруг этого будет выстроена его стратегия. Возобновить переговоры с американцами, выйти из-под режима санкций и, соответственно, изменить экономическую ситуацию внутри страны для того, чтобы, собственно, действовать более успешно и быть более успешным президентом. Но, с другой стороны, то, что мы видим сейчас из-за его заявления, тоже вполне прогнозируемое, потому что, откровенно говоря, да вряд ли можно было бы от него услышать слова, которые бы шли в разрез с линией верховного лидера или, допустим, с позиции корпуса стражи исламской революции и в вопросах, касающихся шиитских, других шиитских организаций, Хизбаллы и вообще солидарности с шиитами и войну против Израиля. То есть Израиль для них остается врагом, и, соответственно, Иран в этом плане будет всячески поддерживать силы, которые воюют против Израиля. А формат поддержки, это уже как бы будет обсуждаться, и я не уверен, что, собственно, Пизышкян будет последним словом в этом формате. Там есть другие люди, которые принимают подобное решение. Но, вероятно, его слово тоже будет иметь какое-то значение. Пока сейчас происходит инаугурационное мероприятие, то есть только-только он, собственно, вступает в должность, поэтому говорить о каких-то направлениях деятельности этого нового кабинета ну, крайне сложно. Ну, и опять-таки, помните, что, в общем, президент – это не верховный лидер, это исполнительная власть, и он ответственный за очень узкую и достаточно пончеткую сферу деятельности. То есть рассчитывать на то, что с новым лидером в Иране, с президентом, наступит, скажем так, холодок в отношениях с Российской Федерацией, а мы понимаем, что это путь к снятию санкций, наступит охлаждение в этой дружбе, в обмене военной техники, в помощи военной России для того, чтобы продолжать вести войну в Украину. То есть не приходится говорить о том, что новый президент пойдет именно по этому пути? Не знаю, не уверен. Но, понимаете, сейчас ключевая интрига вокруг вот этого договора, всеобъемлющего договора о дружбе, сотрудничестве и так далее, то есть то, которое в свое время подписано было там и с Китаем, и с Северной Кореей. Сейчас россияне активно продвигают вот этот договор, и надо сказать, что у Пизышкиана прозвучала уже, собственно, в его рассуждениях необходимость более детально изучить сам договор. И мне кажется, что вот в этом плане, то есть это такая персидская попытка затянуть время, в смысле того, что вот давайте мы будем детально изучать договор до момента избрания нового президента в Соединенных Штатах Америки, а дальше мы будем посмотреть. Россияне это тоже понимают, они тоже не дураки, и они пытаются оказать давление на Иран, именно для того, чтобы вот в ближайшее время подписать этот договор и, соответственно, закрепить статус-кво, который возник уже за последние два года, вот с момента визита 2022 года, момента визита Путина в Тегеран, встречи его с верховным лидером, соответственно, Алим Хамминеей, ну и покойным Эбрахимом Раиси. Вот приблизительно такой расклад, поэтому вполне возможно ситуация не такая стопроцентно выгодная для россиян, но опять-таки у Пизышкиана сейчас нет козырей серьезных, которые он может использовать для того, чтобы затормозить подписание этого договора. Косвенно о том, что есть проблемы, и говорит о том, что один из таких элементов, там, вступление Ирана в БРИКС, насколько я понимаю, а Иран хочет это сделать, и, в общем, собственно, подал заявку, и переговоры прошли, но якобы Россия тормозит это вступление, это от обратного, собственно, я делаю этот вывод, потому что иранское руководство, выполняющее обязанность министра странных дел, где-то недели две или три назад, он как бы заявил о том, что вот нет никаких проблем, и никто никого не тормозит. Ну, опять-таки, из персинской лозички я могу сказать, что есть эти проблемы. И вот здесь, собственно, вероятно, Россия использует этот рычаг для того, чтобы давить на Иран с целью не изменять договор, с целью быстрее его подписать, с целью создать ситуацию, которую уже нельзя будет отыграть назад. Ну, будем наблюдать за ситуацией, поскольку вы действительно правильно сказали, что сейчас идут церемониальные действия, а вот потом начнется уже реальная политика, и какое оно будет, будем смотреть и обсуждать это в нашем эфире. Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных исследований, Борислав был с нами в эфире телеканала «Фридом». Спасибо большое. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.